Здравствуйте дорогие зрители, меня зовут Саша и сегодня детально расскажу о павловнии. Если вкратце, то это одно из самых быстрорастущих деревьев в мире, которые выращивают для получения большого количества ценной древесины, меда, биотоплива, корма для животных, а также в озеленительных и декоративных целях. Но вкратце не получится, так что советую досмотреть видео до конца, чтобы знать все об этом растении. Приятного просмотра. Испокон веков это дерево росло на Дальнем Востоке и было известно под именем Кири. Когда же в первой половине 19 века оно появилось в бывшей Российской империи, то без внимания остаться просто не могло, если здесь рядом обстоятельств было переименовано как Павловния в честь королевы Анны Павловны и дочери императора Павла I. С той поры прошло немало времени и Павловния уже успела распространиться по всему миру. Сейчас ее плантации можно встретить не только в Азии, но и почти в каждой европейской стране и даже в США. Доказательств популярности Павловния немало. Сюда можно отнести тот факт, что с каждым годом селекционеры выводят ее новые сорта, значит на это есть спрос. На интернет-площадках увеличивается количество изделий из ее древесины, а в многоэкторной плантации растут как грибы после дождя. Но больше всего впечатляет то, как ее почитают в Японии. Там ее логотип изображают почти что везде. На одежде, медалях, орденах, документах, печатях и даже монетах. Еще и ко всему придачу связывается немножество легенд и мифов, но на этом акцентировать внимание не буду, чтобы не затягивать видеоролик. Лучше давайте детально рассмотрим положительные качества Павловни, за которые ее так ценят. Благодаря скорости роста Павловни уверенно ходит в тройку самых быстрорастущих деревьев в мире. Если речь идет о ее классической разведести томентоса, то при хороших условиях она вырастает с маленького саженца до большого 20-метрового дерева примерно за 10-12 лет. При этом толщина ее ствола в диаметре будет свыше 30, а то и 40 сантиметров. К тому же она еще и долгожитель и спокойно может отпраздновать свой 100-летний юбилей. Несмотря на такие внушительные показатели, существуют сорта Павловни, которые растут еще быстрее. Большинство из них были выведены селекционерами для плантационного выращивания в целях получения высококачественной древесины. В целом спрос на древесину идет за счет ее характеристик, ведь она прочная, умеренно гибкая, не имеет смолы сучков, почти не содержит в себе влагу, а также плохо ее впитывает. Это значит, что изделие из Павловни не потеряет свою форму после полного высыхания. Благодаря химическому составу не интересует вредителей, а что самое главное, при тех же объемах она почти в два раза легче сосны. Возгоранию поддается плохо, именно поэтому в древности жители Дальнего Востока использовали ее при изготовлении огнеупорных сундуков для своей дорогой одежды, но в случае использования в целях отопления выдает большое количество тепловой энергии. В теории 2 килограмма древесины Павловни способны заменить 1 литр дизельного топлива. Благодаря всем вышеописанным свойствам ее успешно применяют в изготовлении лодок, бань, музыкальных инструментов, сундуков, мебели и многого другого. Пока что в нашей стране изделий из Павловни почти не найти, потому что дерево для нас новое, как картошка в свое время. Но не думайте, что я говорю об абстрактных вещах. Все что вы видите, можете купить хоть сейчас на англоязычных сайтах, и это только на Pinterest, а ведь здесь еще Алиэкспресс, Алибаба, Амазон и многие другие. Именно поэтому выращивание Павловни является очень перспективным бизнесом. Посадив деревья уже сегодня, при ответственном подходе к делу, спустя менее чем за 10 лет вы получите с гектара порядка 400 кубометров кругляка, цена на который начинается от 200 долларов за куб. Если вы обработаете его, то сможете заработать еще больше. В частности, цену на доски вы видите сами. Их я брал на Алибаба. Ко всему этому Павловни имеет очень ценный дар – регенерацию. Если ее срезать, она отрастет с корня, причем даже быстрее, чем росла до этого. Говорят, таких полноценных циклов регенерации может быть от 3 аж до 15, все зависит лишь от возраста срезаемых деревьев. Если же древесина вас не интересует, красота Павловни точно не оставит в покое. Если источники не врут, то она входит в топ 10 самых красиво цветущих деревьев на планете. Ее огромные полуметровые соцветия с 10 сантиметровыми цветочками украсят ваш участок уже на 3-4 год после посадки, ведь именно в этот период она начнет цвести. И это явление продлится не один день, а при хорошем раскладе аж до 1,5 месяца в году. Причем прекрасно цветут все Павловни вне зависимости от сорта, но все же в технических сортах крона будет чуток менее раскидистой. На период цветения Павловни становится прекрасным источником меда, не столь внушительным, как его диадониеле, но и не уступающим липе. Говорят, по вкусовым качествам и полезности он сравним с акациевым. Согласно статистике, 1 гектар этих деревьев ежегодно будет приносить вашей пасеке не менее 700 килограмм меда. К тому же в зрелом возрасте она не нуждается в удобрениях, поэтому не будет впитывать вредные химические вещества. Следовательно, пчелы почти перестанут болеть. Что немаловажно, Павловния не инвазивна. Ее корень якорного типа глубоко уходит в землю и не глушит территорию вокруг себя. А семена почти не дают самосева, что непосредственно связано с довольно требовательными условиями, в которых они должны прорастать. К слову, если вы будете выращивать ее из семян самостоятельно, то поймете какое это трепетное дело. Именно поэтому между рядов деревьев Павловни вы можете осадить всевозможные овощные, лекарственные и многие другие культуры. К слову, она и сама имеет лекарственные свойства и широко применяется в медицине, например, при лечении гнойных воспалений, инфекций и ран. А еще Павловния удивляется своими огромными листьями, которые могут достигать аж метров в диаметре. На ощупь они напоминают войлок, а того-то еще Павловнию называют войлочной. Кроме эстетических, они несут и практические функции. Во-первых, это проявляется в том, что эти листья являются неплохим кормом для животных, сравнимы по свойствах с люцерной. А во-вторых, благодаря своему внушительному размеру, они выделяют в 10 раз больше кислорода, чем другие деревья. Но такими большими они будут только в первые годы ее жизни. К сожалению, со временем они уменьшатся и будут выглядеть так, как сейчас вы видите на видео. На самом деле недостатка у Павловнии почти нет, императорское дерево как-никак. Но все же о ключевых моментах, которые я знаю, пару слов скажу. Во-первых, из-за очень мощного корня Павловнию сложно выкорчевать, поэтому если вы не уверены, что хотите ее посадить, то лучше не надо. Простой средств не поможет, она регенерирует. Во-вторых, Павловния не дает никаких плодов. У нее созревают только чашечки с семенами, которые визуально похожи на грецкие орешки. Ну и в-третьих, древесину Павловнии получится применить не везде, потому что она не твердая. Так как Павловнию еще называют алюминиевым деревом, то я думаю не ошибусь, если дуб сравню со сталью. Надеюсь, всем понятно, что каждое дерево ценное по-своему, поэтому сравнивать их между собой нет никакого смысла. К этому пункту я еще, пожалуй, добавлю тот факт, что внутри ствола Павловнии есть небольшая порожнистость. Не уверен, что она будет сильно мешать при деревообработке, но факт остается фактом. И на этом, пожалуй, все. Реализацию древесины я сюда не включаю, в том числе, как и наши трудозатраты, чтобы ее вырастить, ведь все это уже наши заботы, а не недостатки самого дерева. На данный момент есть не менее 5 видов и более 70 сортов Павловнии. Я даже четверти не знаю, врать не буду, но о тех, с которыми столкнулся, пару слов сказать могу. Первой, естественно же, будет Павловния классической разновидности Томентоса. Она выдерживает морозы примерно до минус 27 градусов по Цельсию. И да, она точно растет в Киеве, хорошо себя там чувствует и даже дает схожие семена. Томентоса в связи со своей дешевизной, легкодоступностью и очень раскидистой кроной идеально подойдет вам для пчеловодства, озеленительных и декоративных целей. Но вот если вы хотите вырастить древесину на продажу, то тут следует обратить внимание на другие варианты. Самым простым вариантом является Павловния лунгата. По факту она отлично подходит для плантационного выращивания, ведь ее ствол растет очень длинным и ровным. К слову, ее имя даже переводится как удлиненная. Семена лунгаты продает фактически каждый китаец на Алиэкспрессе. Собственно, там я их и брал. К сожалению, порядочного продавца очень трудно найти, но мне повезло, поэтому для вас оставлю на него ссылочку. Она не партнерская, за ее рекламу, впрочем, как и за все это видео, мне никто не платил. Об лунгате я заговорил, потому что сам покупал и садил ее в конце лета прошлого года. К сожалению, какого-то впечатляющего результата я не получил. Все это связано с тем, что садил ее на неподготовленной, не очень плодоносной почве, абсолютно без удобрений. Плюс было много вредителей и я еще и умудрился повредить корни. В дальнейшем за ней почти не ухаживал и не поливал, только замульчировал, чтобы легче жару переносило. Так что в таких действительно очень экстремальных условиях за этот год после технологического среза она выросла в среднем на метр. Мое такое небрежное отношение связано с тем, что лунгата не выдерживает больше минус 17 градусов по Цельсию, так что надежды на нее изначально не полагаю. Зато я получил много полезного опыта, поэтому к следующему году подготовлюсь более основательно. К слову, я уже успел купить семена морозостойких сортов технической половни в Казахстане. Это гибриды 9501, 9502, 9503, Шантонг и Паутонг Зет 07. На самом деле их существует больше, но мне пока что хватит и этих. В частности, данные сорта вывели селекционеры на основе тументоса, в первую очередь с целью получения еще лучшей древесины. Как приятный бонус, добавилась целая палитра новых окрасок, как самой древесины, так и цветов. На самом деле, трудно сказать, что из них будет самая лучшая, ведь по большей мере это все та же тументоса, пускай даже чуток улучшенная. Если же сказать обобщающе, то они будут иметь немного увеличенные показатели засуха и морозостойкости, а также скорости набора древесных объемов. Но что самое главное, при должном уходе более ровный ствол. В теории, если за ними хорошенько поухаживать, то уже за первый год после технологического среза можно получить прирост более 3 метров. Я не знаю, получится ли это у меня, но я буду стараться выращивать их и показывать вам в своих дальнейших видеороликах. На момент публикации данного видео я павловнию не продаю, максимум лишь смогу продать саженцы вышеписных сортов, если их у меня потом будет с избытком. В случае положительного результата я выпущу отдельное видео, пока что пожалуйста меня с такими вопросами не тревожьте. Продавец, у которого я покупал семена попался хороший, поэтому на него, а также на других действительно хороших продавцов ссылочки оставлю в описании, можете обращаться к ним. Ну и под конец, клон инвитро 112. Эта павловния также выведена на основе тументосы, поэтому за исключением некоторых нюансов глобально от предыдущих вариантов не отличается. Я с дилером этой павловнии дело не имел, но отталкиваясь от того, что они везде пишут и говорят, для наглядности постарался сделать сравнительную таблицу основных отличий. Отдельную эту таблицу я выкладывать не буду, поэтому если кому не видно, можете сделать скриншот и увеличить картинку. Но это всего лишь теория, которую я в основном брал из просторов интернета, так что ручаться за нее не могу. Так как основные моменты я указал, то более детально рассматривать эту павловню не вижу смысла, тем более, что она мне не интересна из-за своей стоимости. Поэтому, чтобы не затягивать видео, давайте перейдем к следующему разделу. Проращивают павловню из семян или же черенков, а садят в открытый грунт только саженцы или корни. Это связано с тем, что в полевых условиях семена скорее всего не прорастут, а черенки следует подготовить еще заранее, чтобы на момент посадки из них уже выросли полноценные саженцы. Что касается семян, то их заготавливают с наступлением первых морозов. Многие делают это раньше, но это не совсем правильно. Собственно, как и утверждение, что они сохраняют схожесть только полгода. На практике, если все сделать правильно, этот показатель получается как минимум в 3 раза больше. Чтобы вы понимали, семена очень маленькие и 100 семян визуально занимают лишь половину очень маленькой чайной ложечки, ну или треть, а то и даже четверть от обычной чайной ложечки. Прежде чем посеять семена, учтите, что если все сделать правильно, уже через 3-4 месяца у вас будут полноценные саженцы, которые вы сможете посадить на своем участке. Поэтому оптимально начинать их сеять в начале января. Лучший метод проращивания семян павловни выглядит следующим образом. Мы набираем любую емкость землю кислотностью ППХ в районе 6 единиц. Хорошенько поливаем ее теплой водой до легкой болотистости. Почву тщательно разглаживаем, чтобы не было места с застоем воды. Семена предварительно стратифицировать не нужно, поэтому просто берем и высеваем их поверху без утрамбовки и сосуд затягиваем пищевой пленкой. Очень важный момент, никогда, ни при каких обстоятельствах, кто бы вам что ни говорил, не закапывайте семена, иначе они у вас не прорастут. В пленке сделайте несколько небольших отверстий для циркуляции воздуха. После этого поставьте этот сосуд в теплое, хорошо освещенное место. Температура в помещении должна быть выше плюс 20 градусов по Цельсию, в идеале плюс 25, но главнее всего правильное освещение. Я заметил, что сейчас в связи с недлительными пасмурными днями солнца на подоконнике сеянцам не хватает, они слишком вытягиваются и как результат погибают. Именно поэтому я сделал для рассады стеллаж с подсветкой. Летом естественно хватало и подоконника, но сейчас мне остается рассчитывать только на такой вариант. К слову освещение им надо до 17 часов в сутки. Всходят семена от 3 до 15 дней. Пленку не снимайте, пока росточки не окрепнут. За все это время их поливать не нужно, потому что пленка все равно не позволит влаге испариться. Когда росточки немного подрастут, снимите пленку, дайте им 2 дня на акклиматизацию и рассаживайте в емкости побольше. Примерно через месяц после этой пересадки пикируйте их в кассеты, сороковка отлично подойдет. Можете высаживать их в любые емкости, например в стаканчики, пакетики, мешочки или рукава для рассады. Главное, чтобы там был дренаж или дренажные отверстия. Но из личного опыта я бы вам не советовал использовать бутылки, потому что они жесткие и повдобнее из них трудно достать, не повредив корни. Но повторюсь, это исключительно мои наблюдения. Но вот проще всего вырастить полонию из корневых черенков. Для этого вам надо будет лишь воткнуть черенок в влажную землю, оставив небольшой выступ сверху. Важное замечание, если при посадке в грунт вы полностью закопаете черенки, то они пропадут. Если слишком зальете водой, то сгниют. Как правило использую черенки размером с палец, но чем богат, то и показываю. Время появления первых росточков примерно аналогично, как и в случае выращивания из семян. Но все же такой вариант в разы лучше. Потому что, во-первых, выращенные деревья таким способом сохраняют свойства материнского дерева. То бишь, если оно давало отличные показатели прироста, то из череночка вырастут такие же деревья. А во-вторых, они в первый год будут расти значительно быстрее, чем сеянцы. Еще вы можете попробовать посадить павловни из стеблевых черенков или же пасынков. На самом деле тут есть значительно больше нюансов, чем это может показаться. Но так как эти методы не очень популярны, то акцентировать на них внимания не буду, чтобы не затягивать видео. Кто хочет получить больше информации на этот счет, я вам оставлю в описании ссылочки на соответствующие видеоролики. Павловния неприхотлива к почве и при должном подходе растет даже в пустынном Египте. Но все же ее не рекомендуется садить на слишком влажных и болотистых грунтах, а также на участках, где уровень грунтовых вод находится на глубине меньше 2 метров под землей. Кислотность почвы не должна выходить за границу от 5 до 9 единиц по PH. Не менее важно, чтобы участок был хорошо освещен и закрыт от порывов ветров. И если вы садите ее в декоративных целях, то делайте это на расстоянии не менее 3 метров к зданиям. Молодую рассаду высаживают в открытый грунт, начиная с весны, после того, как сойдут морозы, и вплоть аж за 2 месяца до начала холодов. Но тут все еще зависит от вашего климата. Например, та павловня, которую я садил 28 июля, прижилась и пускай стебельки вымерзли, но весной она отросла с корня. Но вот ту, которую я садил на месяц позже, пропала абсолютно вся. Если что, эта информация актуальна только для Волынской области по отношению к павловне и лунгатам. Более зрелые саженцы с одревесневшим стволом или же просто корни павловни, если они у вас есть, теории можно высаживать вплоть аж до наступления морозов. Павловню и вообще можно посадить без лишних усилий и удобрений, собственно я так и делал. Выкопал ямку, посадил саженец, полил водой, на этом все. Но как мне подсказали профессионалы, идеальнее всего будет под саженцы проделывать ямку глубиной минимум полметра, засыпать смесью верхнего плодоносного слоя почвы с низинным торфом и перегноем, и лишь после этого сверху садить саженец, ну и потом хорошенько полить само собой. Ориентировочно на торфе и перегной выделяйте не больше чем по одной пятой части от общего количества почвосмеси, но ни в коем случае не берите свежий навоз и птичий помет, потому что они сожгут корни ваших растений. Ширина посадочной ямы не столь значительная из-за стержневого корня, поэтому ее вы можете сделать садовым буром. Метод имеет огромное количество положительных моментов, но все же для больших плантаций будет слишком трудоемким, в промышленных масштабах использует спецтехнику. К сожалению, тут никаких рекомендаций дать не могу, потому что кроме картошки подобным образом мне ничего не садил. Самой идеальной и самой оптимальной схемой посадки павловни является схема 4х4, при которой расстояние между деревьями аналогично как и расстояние между рядами будет 4 метра. Попрошу заметить, что в таком случае на гектаре вам понадобится 625 саженцев. Еще один вариант посадки 3х3. Применять его не рекомендуется, но можно при условии, что каждый четвертый год вы будете вырезать деревья в шахматном порядке, чтобы они друг другу не мешали. Что касается пасечников, то в их случае рекомендуется садить деревья хотя бы 5 через 5 метров, потому что на этом месте они будут расти всю жизнь. Следовательно, чтобы растения друг другу не мешали, их нужно высаживать именно по такой схеме. В случае, если вы рассчитываете засаживать землю между рядами павловни и какими-то другими растениями, то старайтесь заранее все продумать и оставить достаточно места как для выращиваемых культур, так и для маневра техники. Еще можно посадить павловню метр через метр. Делается это для получения огромнейшего количества корма животным. Если цифры не врут, то речь идет более чем о 50 тоннах биомассы с гектара в сезон. Для этих целей естественно же садят дешевую павловню и растят ее не больше года. Потом ее соответственно срезают и на следующий сезон процесс повторяется заново. В подобном режиме выращивания дерево без повторной пересадки может регенерировать аж до 15 раз. Вангари Маатай, книйская общественная деятельница и первая женщина в Африке, получившая Нобелевскую премию мира, сказала, до тех пор, пока вы не выроете яму, не посадите дерево, не будете поливать его и заботиться о нем так, чтобы оно выжило, считайте, что вы ничего не сделали, вы просто занимались пустой болтовней. Уход играет ключевую роль в выращивании павловни, потому что благодаря именно ему вы можете дерево вырастить как для декоративных целей, так и для древесины. Давайте же поговорим об уходе за павловней с точки зрения получения максимального результата. Надо стараться делать все хорошо, плохо и сама получится. Во-первых, ее нужно регулярно поливать. Тут точных цифр не дам, потому что у всех разные почвы и у всех разное количество природных осадков. Если сказать обобщающе, то старайтесь поливать растения не часто, но очень щедро, чтобы хорошенько увлажнять корень. А главное не перестарайтесь, потому что засуху она переживет, а вот затоплений нет. Особенно этот параметр важен, если у вас почва глинистая. Когда у вас будут свои плантации, можете делать это с помощью капельного полива или трактора с бочкой. Не лишним будет эмульчирование почвы у основания дерева, но только не свежей соломой, потому что если в ней осталось зерно, то от нашествия мыше не отобьетесь. Не менее важную роль играют удобрения. Скажу в общих чертах. До второй половины лета давайте азотные удобрения и стимуляторы, а вот уже со второй половины лета азот давать нельзя. Тут уже надо вносить фосфор, калий и марганец. В общем, все эти микро и макроэлементы, которые способствуют одревеснению ствола. С удобрениями будьте еще более аккуратными, чем с поливами, ни в коем случае не превышайте дозировок, а то погубите свои растения. Но снова таки учтите, что павловня уже будет посажена на перегной с торфом, если вы ее конечно же будете осадить так, как я предложил. Поэтому другие удобрения можно вовсе не давать. Еще одним нерешенным вопросом может стать проблема с животными и насекомыми. Все они любят листья павловни, так что на участке их быть не должно. От крупного скота следует загородиться, а с насекомыми придется бороться химией. Но все же от зайца в зимний период вам просто так не отделаться. На самом деле для меня это будет эксперимент, но я попробую нашампурить на свою павловню поролоновый утеплитель для труб. Двухметровая такая трубка стоит всего 5 гривен, так что лучше варианта не придумаешь. Я не видел, что кто-то так делал, но почему-то надеюсь на положительный результат. В теории, если внутрь не будет попадать вода, то трубка еще и спасет неодревсневшие верхушки стебельков моей элунгаты от морозов. В случае, если мой эксперимент провалится, я это укажу весной в закрепленном комментарии, так что обращайте на него внимание. Но не пугайтесь трудностей, такой уход нужен будет только в первые два года ее жизни. Потом она уже значительно подрастет, прочно укоренится и со всеми вышеописанными трудностями справится сама. С этим разобрались, а теперь переходим к изюминке программы. Это технологический срез. Его делают только один раз весной после первого года жизни павловни для того, чтобы ее корень развивался быстрее, чем ствол дерева. Следовательно, не было нехватки питательных веществ, а сам ствол в дальнейшем вырос максимально ровным. Срез нужно делать даже несмотря на то, до какого размера дерево успело вырасти. Если до большого, используйте пилу. Если дерево у вас по той или иной причине выросло маленьким, можете срезать его секатором. Срезайте только возле земли, не жалейте свежие росточки, если они уже успели появиться. Вместо среза можно не обрабатывать. Не волнуйтесь насчет этого, она отрастет в корне, это я вам гарантирую, потому что так было у меня, так было, есть и будет у всех. И да, именно по этой причине кривизна ствола молодых саженцев роли не играет. Если вы павловни будете выращивать ради древесины, то такой срез сделайте в обязательном порядке. В дальнейшем все, что необходимо, это не позволять дереву стать кустом, во время удаляя все лишние побеги как у корня, так и возле верхушки, оставляя лишь главный центральный ствол с минимальной кроной. Но если вы будете выращивать павловни в декоративных целях, то технологический срез можно и не делать. Но все же лучше его сделайте и уберите все лишние побеги и уснования, но вот только крону уже или вовсе не трогайте или формируйте в форме шарика. В таком случае дерево будет более аккуратным и симпатичным. В заключение я хотел бы повториться, что основная часть информации, которую я сегодня преподнес, была собрана на основе всевозможных источников. Действительно ли все вышесказанное отвечает реальности, уже выясним вместе. Видео учеты по выращиванию павловни я постараюсь выкладывать регулярно. Но на ней не останавливайся, со временем сделай такое же подробное видео в следующем интересном растении. К сожалению не могу обещать, что это будет скоро, так как качественная работа занимает большое количество времени, но я буду стараться. Ну и под конец я хотел бы еще поблагодарить двух экспертов области выращивания павловни, Антонину и Доврана, за огромное количество полезных рекомендаций, а также за предоставленные фото и видеоматериалы, на основе которых я и смог проделать такую объемную работу. Также я очень благодарен всем своим зрителям, кто поддерживал и поддержит меня, комментариям, подпиской или лайком. Всем огромное спасибо. И на этом у меня на сегодня все, всем всего хорошего, всем пока.